Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Инесса Потапова. Сегодня поговорим о самой наболевшей теме за последние годы – COVID-19. Откуда он взялся? У обладателей какой группы крови меньше риск заразиться? Как распознать новые штаммы коронавируса? Есть ли жизнь в красной зоне? И когда закончится эпидемия? Ответы на все накопившиеся вопросы далее. Главный вопрос, который задают себе миллиард людей – откуда же взялся коронавирус, который смог погрузить всю планету в совершенно новую реальность? Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае 1 декабря 2019 года. Гипотез его возникновения множество. Одни ученые считают, что во всем виноват продуктовый рынок в Китае. Именно там продавали морепродукты и суп из летучих мышей, из-за которых якобы заразились люди. В январе 2020 года этот рынок закрыли. Согласно другой версии, вирус создали в секретной лаборатории США. В одной английской статье в 2015 году писали, что ученые трудятся над созданием гибридной версии вируса. Вскоре после этого правительство США заявило о прекращении финансирования проекта. Некоторые аналитики утверждают, что зараженные ядовитые змеи забрались на связки бананов и съели их. После чего все плоды стали опасными. Что из этого правда, а что нет, пока неизвестно. Прежде чем ученые прояснят эту тему, могут пройти годы или даже десятилетия. Например, вирус Эбола обнаружили в 1976 году, но точной версии его возникновения до сих пор нет. О том, что окажется в подобной ситуации, никогда не думали ни пациенты, ни медицинские работники, ни правительство, ни весь мир. Самым первым к новым условиям пришлось приспособиться врачам. Во-первых, нужно было определиться со схемами лечения. Во-вторых, научиться работать в защитных костюмах. Мало того, что в них некомфортно, они ограничивают возможности. В запотевших очках плохо видно. Через маску трудно дышать. В-третьих, нужно было научиться жить с тем, что эта болезнь коварнее, чем многие ранее известные. Когда впервые шли и входили в красную зону, было такое ощущение, что ты идешь по знакомым, кажется, коридорам, но все это оказывается пока еще не твое. И все неузнаваемо. И вообще у меня первое впечатление было, как будто меня запустили в космос. Конечно, за годы работы в условиях пандемии многое изменилось. Появилось новое оборудование в достаточном количестве. Появились лекарства, в том числе и бесплатные для амбулаторных больных. Появился опыт и уверенность в своих силах. Сейчас это уже наработанная четкая программа ведения пациентов в разном виде тяжести. И средний, и легкий, и тяжелый. И мы знаем, как уже вести себя в этой ситуации. Сначала коронавирус распространяется в верхних дыхательных путях. Потом добирается до легких, вызывая воспаление. Среди основных симптомов – жар, кашель, одышка и затрудненное дыхание. Если у человека обнаружили коронавирус, протекающий в легкой форме, ему предлагают лечиться на дому. С этого года это стало еще проще. В Чувашии открылся медико-консультационный центр. Теперь получать первичную консультацию врача, открыть или закрыть больничный можно по телефону. Это все. Я могу вот сто процентов получить и больничный лист, и там находятся дома, пожаловался и все там. Нет, так не бывает. Так не бывает, потому что контроль есть. Сокрывая больничный лист удаленно, да, онлайн, но мы же на больного бывшего все равно будем смотреть. Я еще раз говорю, вот он. Сейчас такое хорошая вещь. Все, все видно. Многие амбулаторные пациенты очень часто подвергают сомнению тактику лечения, которую назначает им врач. Для того, чтобы выздоровление шло как можно быстрее, достаточно следовать нескольким советам. В первую очередь, научиться доверять врачам. Врачи накопили достаточный опыт для того, чтобы справиться с данной инфекцией. Сортировать поступающую информацию извне, подвергать ее критике. Иногда средства массовой информации нагнетают состояние паники и страха. Постараться не брать под контроль все то, что не зависит от самого пациента. Считалось, что ковид легко переносят дети. Но что действительно происходит с организмом маленьких пациентов, на самом деле знают только медики. Этой малышке всего два года. У нее коронавирус и пневмония. Состояние тяжелое. Ребенок на кислородной поддержке. Обездвижен. По словам врачей, заболела мама, причем тяжело. 80% поражения легких. Она тоже в больнице, но в другой. Здесь были дети даже 5-10 дневные, которые поступали в тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью и выраженными изменениями свертывающей системы крови. Сюда чаще всего поступают дети с коронавирусной инфекцией, имеющие множество сопутствующих заболеваний. Эти дети сами инфекцию эту не находят. А именно пути передачи идут от взрослых родственников, родителей, дедушек и бабушек. В больнице оказалась и Ирина Афросина. В самый неподходящий момент, на последнем сроке беременности, она заразилась COVID-19. Вот тогда, когда меня уже сюда привезли еще раз, сказали, что у меня поражение почти уже 100% легких. И вот эти три дня, которые были, я была, конечно, на грани жизни и смерти. И я, честно говоря, мне было страшно, что я никогда детей не увижу. Это был просто какой-то кошмар. Сейчас уже можно сказать, что все позади им. 60 дней болезни, переживаний, но, главное, надежды, помогли Ирине справиться с болезнью и, наконец, увидеться со своим малышом. Мы уже третья медицинская организация, в которой поучаствовали. И вы, к сожалению, не единственная, которая требует такого большого вмешательства. Это реанимация. Место, где встречаются жизнь и смерть. Еле слышное дыхание и пугающие частые сигналы аппаратов. Некоторые из пациентов отсюда уже не выйдут. Здесь тихо. У многих нет сил даже на то, чтобы приподнять голову. Обстановка тяжелая. Даже, можно сказать, крайне тяжелая ситуация. Реанимационная больная стала еще больше. В реанимацию попадают и совсем маленькие. Андрею Яковлеву было всего пару месяцев, когда он столкнулся со смертельным заболеванием. 100% поражения легких. Состояние ребеночка смогли стабилизировать. Ребенку неоднократно проводились федеральные телемедицинские консультации. На этом фоне состояние ребенка с улучшением. И после трех недель нахождения в реанимации ребенка перевели в профильное отделение. Врачи детской больницы города Чебоксары сделали невозможное. Выздоровление ребенка с таким диагнозом – уникальный случай в регионе. Сейчас мы выписываемся. И хочу сказать огромное спасибо за этот вклад. На то, что вы вложили всю свою душу в нашего маленького ребенка и помогли ему выздороветь. Первый случай коронавирусного заболевания был выявлен у лихорадящего кота в 1912 году. Лишь спустя несколько десятилетий ученые столкнулись с первым человеческим коронавирусом. Болезнь вылечилась, как обычная простуда. С тех пор было открыто несколько штаммов, которые могли привести к текущей пандемии. Риск заразиться COVID-19 у обладателей первой группы крови на 13% ниже, чем у остальных людей. Это связано с особенностями генома. Есть четыре группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к коронавирусу. Это пожилые люди, алкозависимые, люди, постоянно испытывающие стресс, онкобольные. Существует понятие суперспредер. Это наиболее эффективный разносчик вируса. Одной из первых в эту группу попала женщина из Южной Кореи. Когда в стране еще было 30 зараженных, женщина, которой вскоре дали название пациент 31, заразила 1200 человек. Она продолжала посещать массовые мероприятия со всеми симптомами болезни, игнорируя указания властей. Домашние животные могут заражаться коронавирусом от людей, но не могут передавать болезнь людям. Наиболее уязвимы к заражению кошки и хорьки. Собаки заражаются реже. Свинья и домашняя птица не заражаются вообще. Одна из самых обсуждаемых тем в последнее время – вакцинация. Важно отметить, что прививка от COVID-19 не создает вокруг человека силового поля, которое не пропускает вирусы. Но она значительно облегчает течение болезни. Риски летального исхода у привитых снижаются в два раза. Поэтому стоит вакцинироваться или нет – дело каждого. Вакцина в республике имеется как для взрослых, так и для детей. Спутник М. По своему составу она практически такая же, как всем нам хорошо известная вакцина спутник ВИ или гам-ковид-вак, но только антигенного материала в данной вакцине содержится в пять раз меньше. Среди противопоказаний к прививке – чувствительность к отдельным компонентам вакцины, аллергические реакции, возраст до 12 лет. Если еще в начале пандемии этот вирус не является такой угрозой для наших детей, то, как вы сейчас все уже убедились, он очень сильно мутирует. И начиная с мая этого года появились новые штаммы, которые очень поражают наших детей и ведут к осложнению. Вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы. Некоторые из них особо заразны. Омикрон – новый штамм коронавируса – одна из самых обсуждаемых тем во всем мире. Его мутации и скорость распространения вызывают множество мифов и догадок. В интернете говорят, что Россия к нему просто не готова. Не хватает ни врачей, ни ПЦР-тестов, ни аппаратов ИВЭО. Но что на самом деле известно об омикроне? На этот вопрос ответит главный терапевт на здраво-чувашии Лариса Вадимировна. Конечно, те вбросы в интернет ложной информации, которые сейчас происходят изо дня в день, они травмируют психику нашего населения и вызывают определенную панику. Мне хочется обратиться к нашим жителям республики. На самом деле, как только здравоохранение России узнало о том, что надвигается приход нового мутированного штамма, все начали готовиться к пятой волне. Впервые омикрон был лабораторно подтвержден в Южно-Африканской республике 9 ноября 2021 года. И вот спустя два месяца он уже распространился практически на 100 стран мира. Главные симптомы штамма омикрон похожи на те, что бывают при гриппе и ОРВИ. Першение в горле, повышение температуры, слабость, вялость, отсутствие аппетита, кашель. Вот такие вот симптомы, которые зачастую очень сложно отдифференцировать. Чихнув, зараженный омикроном может заразить 100 человек. В России этот штамм выявлен уже у 60% ковидных пациентов. Первый случай заражения омикроном на территории Чувашии был выявлен в январе этого года у 67-летнего мужчины. Вскоре этот штамм стал поражать детей. Под удар попали малыши с 2 до 5 лет. Осиплый голос, сухой лающий кашель, ложный круп, как говорят в народе. Ребенок начинает задыхаться. При таких проявлениях врачи настоятельно рекомендуют немедленно обратиться в больницу. Омикрон, он как бы стирает иммунную память у детей. То есть разрушает антитела к другим вирусам. В результате чего дети становятся подвержены заболеваниям вновь, повторно. Происходит поражение нервной системы. И не только нервной системы. Могут поражаться и другие органы. У детей постарше при новом штамме коронавируса часто происходит интоксикация. Усталость, вялость, ломота в теле, общее недомогание. Несколько дней сохраняется повышенная температура. Может быть поражение желудочно-кишечного тракта, рвота и симптомы ротовирусной инфекции. Родители должны обращаться за медицинской помощью неотложной в том случае, когда наблюдается температура 38,5, сохраняющаяся на одном уровне более трех дней, либо не снижающаяся никакими мероприятиями и продолжающая расти. Труднокупируемая диарея и одышка с бледным носогубным треугольником. Вот эти симптомы должны насторожить родителей для того, чтобы срочно обратиться за медицинской помощью. Если раньше считалось, что повторно коронавирусной инфекцией болеет не более 1% населения, то при омикроне количество реинфекций выросло до 15%. Даже после выздоровления люди могут еще очень долго испытывать последствия вируса. Утомляемость, сложность концентрации внимания, потеря волос, продолжительная неспособность чувствовать вкусы и запахи. Больше других затяжному COVID-19 подвержены пожилые люди, женщины и те, у кого в первую неделю болезни было больше всего выраженных симптомов. В интернете очень много различной информации про то, что этот вирус якобы унесет с собой пандемию коронавируса, и эта волна последняя. Что вы думаете по этому поводу? Пандемия остановится только тогда, когда основная часть населения будет вакцинирована. 60 мутаций уже произошло. Будет ли 61, 62 и 70, зависит только от нас самих. В организме вакцинированного пациента вирус теряет свои свойства контагиозности. Поэтому то, что омикрон вызывает меньше осложнений и меньше тяжелого течения, тоже, кстати говоря, в интернете об этом пишется и говорится, это тоже, в общем-то, заслуга вакцинации. То есть, если бы население вакцинировалось хуже, чем есть на сегодняшний день, то штаммы, новые штаммы, мутированные штаммы, они, возможно, даже становились бы более агрессивными. Одни ученые считают, что коронавирус не прекратит мутировать на омикроне. Другие, что эта волна последняя. Что будет на самом деле, мы пока не знаем. В любом случае, врачи рекомендуют соблюдать профилактические меры. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...